Понятие финансовой системы Финансы – это совокупность экономических отношений, связанных с созданием и использованием денежных средств. Термин «финансировать» означает «обеспечить деньгами ту или иную деятельность». Например, можно финансировать обучение ребёнка в спортивной секции, работу завода по выпуску молочной продукции и здание школьных учебников. Финансовая система – это система сбора и распределения государственной властью денежных средств. Бюджет – это сводный план сбора доходов и использования полученных средств на покрытие расходов на определённый период. Государственный бюджет Государственный бюджет занимает основное место в системе государственных финансов. Он формирует централизованный фонд денежных ресурсов для содержания государственного аппарата, вооружённых сил, здравоохранения, образования, выплаты социальных пособий и становится движущей силой государственного регулирования экономики. Реализация мер по её стабилизации Государственный бюджет – это основной финансовый план государства по доходам и расходам. Бюджет предоставляет полную информацию о финансах, деятельности, направлениях внутренней и внешней политики. Бюджет государства обязателен для выполнения участниками бюджетных отношений. Государство стремится, чтобы его расходы не превышали доходы. Если расходы равны доходам, то такой бюджет является сбалансированным. Однако такой бюджет встречается нечасто. В большинстве случаев расходы государства превышают доходы. Такой бюджет называется дефицитным. Иногда отмечается обратная ситуация, когда доходы бюджета превышают расходы. Такой бюджет называется профицитным. В тех странах, где существует унитарное государственное устройство, бюджетная система имеет двухуровневое построение – государственные и местные бюджеты. В странах с федеративным государственным устройством имеются промежуточные звенья – бюджеты штатов, земель, кантонов, субъектов федерации и т.п. Местные бюджеты – это бюджеты областей, районов, городов и т.д. В связи с усовершенствованием процесса производства, развитием научно-технического прогресса и цифровизации экономики в различных странах мира просматривается тенденция роста и усиление влияния местных органов власти. Усиливаются масштабы и объёмы региональных хозяйств, расширяются и усложняются межтерриториальные связи и функции местных властей. Всё это повышает значение местных бюджетов. Налоги – их виды и роль в экономике. Каждому государству для осуществления своих функций необходимы средства. Они формируются с помощью налогов, т.е. путём перераспределения национального дохода. Налоги составляют основу доходов государственных бюджетов всех стран мира. Налоги известны с глубокой древности. Их называли данию, податью. Первый денежный поголовный налог на граждан был введён ещё в Римской империи во II веке. Развитие товарно-денежных отношений и экономики в целом приводило к тому, что налоги вытесняли другие виды платежей, в том числе натуральных. Налоги – это обязательные безвозмездные платежи отдельных граждан и юридических лиц, которые взыскиваются государством в целях удовлетворения потребностей в финансовых ресурсах. Фактически это доходы государства, собираемые на регулярной основе с помощью принадлежащего ему права принуждения. Под налогами понимают платежи, в названии которых, как правило, присутствует слово «налог». Например, подоходный налог, налог на недвижимость. Вместе с тем, налоговый характер носит также обязательные платежи, взимаемые за совершение государственными органами юридически значимых действий, а также обязательные отчисления в государственные внебюджетные фонды. Все эти платежи являются элементом налоговой системы. Эта система также включает органы сбора налогов и надзора за их уплатой. Существуют различные виды налогов. В зависимости от способов взимания выделяются прямые и косвенные налоги. Прямые налоги взимаются непосредственно с доходов и имущества налогоплательщиков. Источником прямых доходов являются прибыль предприятий, заработная плата наёмных работников, дивиденды и т.д. Таким образом, к прямым налогам относятся налог на прибыль, подоходный налог с физических лиц, который взимается с дохода, полученного ими из разных источников, налог на недвижимость и прочее. Косвенные налоги выплачиваются опосредованно, путём включения в цену товаров и услуг. Покупая определённый товар или услугу, потребитель уплачивает подобный налог. Косвенным налогам относятся налог на добавленную стоимость, акцизы, таможенные пошлины. Налог на добавленную стоимость выплачивается из так называемой добавленной стоимости. Акцизный налог – это налог на потребление определённых товаров. Он представляет собой специальные надбавки к ценам, включается в них и оплачивается покупателями. Этот налог, как правило, распространяется на определенные товары. По сфере распространения налоги делятся на общегосударственные и местные. К общегосударственным относятся налоги, поступающие в государственный бюджет и формирующие его на 85-90%. К местным налогам относятся налоги, поступающие в местные бюджеты. Субтитры создавал DimaTorzok